Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем из Санкт-Петербурга, с города на Неве, с нашей северной столицы. Вот здесь за меня вы видите сейчас Смольный институт, храм Смольный и, в общем-то, историческое место. Да здесь вообще весь город, это, скажу так, памятник истории. Действительно, и память, память об истории. За 300 лет, вот буквально на днях, вот, вспомняется 315 лет городу на Неве, Санкт-Петербургу. Так вот, за эти 315 лет много, как говорится, воды утекло, много событий произошло различных и происходит. Но этот город, он изначально закладывался, как именно столица. И вот эта харизма столичная, она здесь присутствует постоянно. Несмотря ни на какие перемены в государствах, уже потому что империи давно уже нету, и Советского Союза, и вновь старое название вернулось, Санкт-Петербург. Вновь этот город называется, как и тогда, 300 лет назад тому. Но самое главное, конечно, даже не в том. Самое главное в том, что вот именно как раз вот эта духовная сущность, духовная суть столицы, она присутствует. И обычно мы говорим, сравниваем с окном в Европу, Санкт-Петербург, в цивилизацию. Но скажу так, что здесь для России стратегически этот город как не просто окно в Европу или в цивилизованный мир, а именно как отверстое такое окно в духовный мир. Как вот Павел Флоренский еще говорил, он рассуждал как бы о иконе православной, иконографии, рассуждал, размышлял как бы о канонах, иконописных, и высказывал такие мнения, что это как бы окно в духовный мир. Но на самом деле есть, да, окна в духовный мир определенные, но самое главное, что дверь есть, отверстие, открытая дверь, которая есть сам Иисус Христос. И духовное пробуждение здесь, в Петербурге, оно было, скажу так, с самого начала. Когда мэр, тогдашний еще старый мэр города Ленинграда, потому что Петербурга, Собчак, об этом говорил, здесь вот, тогда еще в Ленинграде, последние месяцы было еще Ленинградом, так вот, и есть фотографии очень интересные об этом, видеосвидетельствуют, протестантские пасты присутствовали там, то есть верующие разные конфессии, разные динаминации были, и Собчаку тогда, как мэру, вручили вот копию вот того исторического документа. Там, я так понимаю, было много разных даров, подарков вручено, но меня заинтересовал именно вот этот документ, копия документа Петровский, за подписью Петра Великого, Петербурга, который говорил, что этот город, закладывающийся как именно столица новая, он должен иметь храмы, как бы церкви, кирхи, костелы, там прочее, именно разных конфессий, разных динаминаций, чтобы действительно, да, там были другие слова используемы, но вот, я даже не помню дословно там этих текстов, но звучала мысль такая, что должны быть разных церквей, разных религий, конфессий, динаминаций, здесь здания церковные. Это было вообще, знаете ли, ну, скажу так, революционно, по тем временам это было весьма революционно. Почему? Потому что все города в России тогда, ну, в царстве тогдашнем российском, они были моноконфессиональны, они были только лишь православны. Конечно же, допустим, в Москве, в той же самой, были, была немецкая злободка, допустим, кирху там даже построили одно время, но потом ее, правда, снесли. Вот, но дело в том, что все равно это воспринималось как, конечно, чужеродное такое гетто, определенно, для иностранцев. Ну, а здесь сам город именно изначально закладывался как именно город не просто одной какой-то конфессии отдельной, не просто город одной религии там и прочее, а город открытый, город, ну, по сути, реформации. И скажу так, что то, что тогда, 315 лет назад происходило, это возымело огромное такое последствие действия на всю последующую историю. И имеет также действие и сейчас, с сегодняшним днем. Вот, и сегодня, спустя, вот, скажу так, вот, 315 лет, благоставляю пахи и пахи снова и снова город на берегах Невы. И, молюсь за Санкт-Петербург, область, за весь северо-запад России, о духовном пробуждении. И пусть здесь откроются эти окна небесные, действительно, и эта дверь, отверстие, которой есть сам Иисус Христос, чтобы действительно пробуждение Господь послал этой земле, нашей земле. Пусть Бог благословит во имя Господа Иисуса Христа. Я благоставляю священническим благословением, которое сам Господь дал в 4 книге Моисеева, в числах, в 6 главе. Слова этого великого благословения есть. И этим благословением благословляю Петра Творения, благословляю Санкт-Петербург, благословляю всех вас, молящихся о духовном пробуждении Петербурга и России и всего нашего истрадавшегося мира. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе миль. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословение Господь на вас, того благодатью человека любим, всегда, ныне, пристно, во веки веков. Аминь. И, как по скриптуму, этот год продолжаем молитвы о реформации и в России, и в других странах мира, по всему лицу Земли. Как говорил еще в третьем столетии Киприан Карфагенский, лидер североафриканского христианства, архиепископ Карфагена, что он говорил, «Ecclesia Semper Reformanda», церковь непрестанно реформируется. Ведь если не реформируется, то деформируется. И мы молимся сегодня о расширении реформации этого последнего времени. Действительно, церковь и православная, и вообще все христианство мировое сегодня, да идет путем Господним, путем живым, потому что сам Иисус Христос, если наш этот путь, истина и жизнь. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу Христу! Санкт-Петербурга, Сневы, Смольного, под Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам, братья и сестры! Да, и вот сейчас завершение, как по скриптам еще, сам Смольный, посмотрите, полюбуйтесь, прекрасный храм, один из самых красивых храмов в России вообще, и в Санкт-Петербурге непосредственно. Вот, он действительно красив, небесного такого цвета храм. Пусть в этом храме имя Господа Иисуса Христа прославляется в наше время, в наш час. Продолжение следует... Продолжение следует...